В администрации округа состоялось четвертое по счету заседание рабочей группы по внесению изменений в 95-й окружной закон. Он был принят в сентябре 2014 года и стал частью административной реформы в регионе. В соответствии с законом были перераспределены полномочия между органами местного самоуправления, муниципальных образований и органами государственной власти НАО. Эффективность реализации закона неоднократно становилась предметом обсуждения между исполнительной и законодательной властью Неницкого округа. Напомню, с принятием окружного 95-го закона в ведении округа перешли полномочия в сфере дорожной деятельности, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, спорта и другим направлениям. По словам депутата окружного собрания Виктора Кмитя, некоторые из этих решений себя не оправдали. Жизнь стоит на месте и уже существующая практика показала, что некоторые из этих решений себя не оправдали. И мы пытаемся сейчас, как вы видели, с очень хорошим представительством органов местного самоуправления, привести в порядок с реальной ситуацией в жизни, которая возникает и в поселке Искателей, и в городе, и в сельских поселениях, те нормы, которые были в свое время включены в 95-й закон. Каким-то образом пытаемся восполнить тот пробел, который был тогда допущен, когда, в общем-то, не ко всем предложениям органов местного самоуправления прислушались. Сегодня на заседании рабочей группы с участием представителей муниципальных образований города, заполярного района и поселка Искателей, депутатов окружного собрания, представителей прокуратуры и правового управления обсуждались вопросы, касающиеся исполнения полномочий в сфере строительства. В частности, шла речь об организации строительства муниципального жилфонда, создании условий для жилищного строительства. То полномочие, которое обсуждается, это строительство муниципального жилфонда. Я думаю, что это будет нормально, если будет положение отток и будет в одних руках. Мы можем разделить на строительство жилья для расселения из ветхоаварийного, и в части проблемы по продвижению очереди на обеспечение граждан по удовольствиям социального найма, где действительно она стоит и не двигается. Я думаю, что это можно вполне решить в рабочем порядке. Точно так же, как и у города, у нас очередь по соц. найму не движется. В принципе, тоже поддерживаем предложение, чтобы в каком-то процентном отношении часть жилых помещений выдавать по соц. найму. Остро нуждающимся. Да, или остро нуждаемся. В принципе, все равно, там очередь, она если движется, тут никуда не денется. Мы бы хотели, чтобы строительство организовано было так. Строит округ, но разрешение на строительство и разрешение на вод оставить за главами поселений, чтобы они знали, что на их территории строится. Иначе будет нонсенс. За них будут принимать решение, что где строить. Строить они вообще выпадут из этой цепочки, что, на наш взгляд, неправильно. В целом, в вопросах, касающихся полномочий в сфере строительства, муниципалы согласились с существующей ситуацией. Как отметил Виктор Кметь, это говорит о том, что практика в этом случае была положительной. А по некоторым вопросам, например, в сфере уборки несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, оказалось, что вопрос не решен. И его надо очень тщательно изучить, для того, чтобы понимать, кто будет финансировать эти расходы, и потом принять какое-то решение. То есть, в принципе, она может кропотливая, длительная, медленная, но она продуктивная работа. Практически без изменений прошло перераспределение полномочий в сфере здравоохранения и соцзащиты. А вот в сфере культуры представители местного самоуправления предложили вернуть полномочия обратно в связи с неудовлетворительным содержанием поселковых домов культуры. Добавлю, что заседания рабочей группы по вопросам изменения окружного 95-го закона продлятся до конца апреля. Планируется, что в мае будет принято окончательное решение по этому вопросу. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.